Всем привет, это Александр, и сегодня мы еще раз ответим на вопрос, а работает ли акустический экран? Причем этот экран самодельный, возможно, вы уже видели в прошлом ролике, но сегодня мы отправились сюда, в мою рабочую студию. Это комната размером 3 на 6, потолок 2 и 6 метра. Собственно, такой вот вытянутый прямоугольник, ну и в котором имеется достаточно реверберации, я думаю, вы слышите. Принимают участие в нашем тесте два микрофона, это 414 ЭКГ и С2000Б. Сначала мы запишем с 414, а потом опустим чувствительность на 10 дБ у С2000Б и повторим то же самое, стык в стык, разрез, разрез, кодовое слово, кодовую фразу с этими двумя микрофонами. И поймем, работает ли этот экран, когда ситуация, ну прямо-таки, не то что печальная, но такая близкая к катастрофе. Во-первых, источники звука. Специально так стоит микрофон, это практически наше ежедневное рабочее состояние, когда сзади оказывается у нас источник шума. Это, к сожалению, как у многих из нас, наверное, да, блок нашего, точнее, системный блок нашего компьютера. Именно от него исходит. Ну и еще там окно, от которого идут заводские гудки и прочие-прочие звуки из промышленной зоны. Мы находимся в промышленной зоне. Не будем в долгий ящик тянуть резину и кота за эту самую резину, а, пожалуй, будем начинать. И начнем мы с того, что уже сейчас висит и стоит. С-414. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Теперь то же самое повторяем с C2000B. И аттенюатор на 10 дБ я включил. Сейчас ослабела чувствительность микрофона для того, чтобы мы убедились, а реально работает ли аттенюация в паре с нашим акустическим экраном. И будет ли меньше он вбирать в себя ранних отражений. Ну, попробуем. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски. Закуски каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски. Закуски каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Анализируем. Я много раз переслушивал и сейчас переслушаем еще вместе с вами, уже не отвлекаясь на картинку, просто глядя на наши блоки. Итак, блоки, посвященные Безосу. Без-с, без-с. Юморок такой. Итак, без, ну это в данном случае 414, соответственно, микрофон. Снизу C2000B. Итак, слушаем 414. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Так, есть о чем подумать дальше. C2000B. Куски. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Итак, вначале без, потом с экраном. Куски. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, где... Каждый охотник желает знать... Вот на слепом тесте еще больше убеждаюсь, что что-то как-то маловато работает экран. Сейчас будем делать выводы, давайте еще по... Закуски. Каждый охотник желает знать, где самые стильные... Стильные, где самые вкусные сосиски, закуски, самые вкусные сосиски, закуски, где самые вкусные сосиски, закуски. Ну, скажем так, давайте подводить итог. Наверняка уже многие пишут к этому моменту, что да ни хрена не работает. Верно, друзья, ни хрена не работает, если у вас совсем-совсем всё плохенько в комнате. Поэтому экран это не панацея. Давайте делать первый вывод. Экран это не панацея. Во-вторых, я заметил, что всё-таки экран лучше работает с микрофонами, у которых чуть меньше чувствительность. Поэтому, если вы выбираете свой первый микрофон и уже приглядели себе какой-то экран, ещё о качестве экранов также поговорим, то, скорее всего, смотрите всё равно, чтобы ваш микрофон был менее чувствительным. То есть его чувствительность была, например, на уровне этого роуда К2, то есть 16 мВ на паскаль. Если вы берёте микрофон, у которого будет тридцатка и не будет аттенюации, то я вас спешу разочаровать. Наверное, экран вам не поможет и придётся с комнатой как-то работать. Второй вывод — это на то, что на тихих пассажах всё-таки экран чуть-чуть подсобирает. Особенно низ, вы слышите. Кому-то, может, покажется, что экран передаёт коробочность, да, для кого-то это фокусировка на нижних частотах. Но определённо скажу, что, например, для начитки книги, начитки рекламы, закадровой озвучки экран будет работать. Итак, два уже секрета у нас получилось. То есть выбирать микрофон с меньшей чувствительностью. И желательно, если вы всё-таки чтец, диктор, закадровик. Если вы певец, то, не знаю, либо в тон-зал, милости просим, записываться в какой-нибудь ДК. И об этом, кстати, будет в одной из ближайших серий. Также сходил в ДК, и там у меня была сессия. Я вам покажу, каково писаться в открытом большом пространстве. Как круто, да? Ну, либо обрабатывайте комнату. Возможно, ещё третий такой момент. Речь идёт о качестве изготовления, о том, какие материалы использованы здесь. Но здесь у меня очень интересный материал. Во-первых, сначала идёт пирамидка, потом идёт ещё один слой поролона, а потом идёт мягкое дерево. Есть SE Electronics, самый распространённый. Есть другие, но на им китайце есть Aliexpress, где вы можете купить также экраны. Но ещё раз вам показываю здесь, что экран не панацея. Он работает процентов на 20-30, и то это, если уже есть какое-то более-менее помещение. Как вы видите, он не защищает от шума, потому что шум – это такое понятие. Все парни, я имею в виду, сейчас не, вот многие говорят шум, да, то есть не отражения какие-то ещё прочее, а вот именно гул какой-нибудь, хис, например, да, либо шум компьютера. Постоянный, постоянно шум кулеров, да, то есть не защищает, как бы вы ни ставили его, к сожалению. Ну, покупать, не покупать, тратить лишние 100-150 долларов на это, я не знаю. Мне кажется, что, скорее всего, нужно сначала комнатку подготовить, потом уже, если вы всё-таки чтец, брать этот экран. Но в повседневной своей жизни, вот сейчас позади меня, вот это, вот, вот это, это вход в мою комнатушку. Вы уже давно просите меня сделать такой тур по моей студии, у меня тут просто всё в шнурах на полу, и нужно всё это немножко привести в божеский вид, тогда я вам обязательно покажу. Спасибо за то, что смотрели. Делайте выводы, ещё раз повторюсь, всё-таки экран не панацея, а как ещё один дополнительный такой маленький лайфхак, который просто подсоберёт ваш низ, либо вам это не понравится, всё-таки он сделает чуть больше, большую коробку вам, да, коробочность, чуть более неестественный эффект на громком вокале, либо на громком, например, хип-хопе. С вами был Александр Спирит, канал с микрофоном по жизни, увидимся, услышимся, не забудьте оценить это видео, пока. Субтитры создавал DimaTorzok